Сколько было споров о Нуреке. Можно ли в самом сердце гор, в сейсмически опасном районе, возвести высотную плотину, построить гигантскую электростанцию? Но вот плотина выросла почти до 200 метров. Пущены три турбины. Начался новый важный этап. В первом году десятой пятилетки надо удвоить мощность ГЭС. Начальника Нурек ГЭС-строя Юрия Константиновича Севенарда срочно вызвали в Москву на заседание коллегии Министерства энергетики и электрификации СССР. Коллегию ведет министр Петр Степанович Непорожний. Значит, порядок у нас такой, товарищи. Вот для докладчиков новых, товарищ Севера, я нажимаю кнопку, как вы встанете 15 минут. Если не уложитесь, значит, дальше наживается кнопка, и это опускается вниз, вы проваливаете. Пожалуйста, Севенар, 15 минут. Как отстоит дело? Шутка нужна, конечно. Надо снять напряжение. Надо спокойно разобраться в больших проблемах стройки. Может быть, слишком долго рассматривался. В результате появился документ, не первый, но вот этот документ, который гласит, в частности, пункты 15 на 10 странице. Всесоюзное объединение Фидро-Спецстрой было обязано выполнить взрыв. А товарищ Мусаканов тут так спокойно выплос на эту трибуну и говорит, да, мы сделаем к августу, как исключение. А когда же строить? Мы отстаем по водоводам правого берега только потому, что мы не получаем облицовочного металла. Товарищ Мухин должен грузить туда лифт. Да, да, да. И мы записываем персональную ответственность за этот лифт. Личная ответственность каждого. Четкая работа всех звеньев. От министерства до бригады. Времени осталось очень мало. Надо все предусмотреть. Не упустить ни дня, ни минуты. Ценность времени. Ее по-настоящему понимаешь на строительстве Нурекской ГЭС. Огромная плотина гидростанции легла меж отвесных скал Пулисангинского ущелья и перегородила бурный вахш. Она растет все выше с каждым днем, часом, даже минутой, прямо на глазах, с каждым коршом, с каждым самосвалом. Время можно измерить рейсами Белазов. Через четверть минуты новая машина. Соревнования со временем. У этих машин совершенно особая роль настройки. Ведь плотина-то не бетонная, а насыпная. Ее-то и везут они в своих кузовах. Водители Белазов-Нуреки основная сила, главные герои. У них, как у летчиков перед полетом, врачи проверяют давление. У шофера свой полет. Горы, высота, палящее солнце, опасные дороги. Виктор Иванович Лисичкин один из лучших шоферов настройки. За свою жизнь накрутил, прямо как летчик, не один миллион километров. Видывал всякое. Ну, конечно, пришлось многое повидать. Но чтоб жара 47, такого еще не было. Мороз, да, морозы были. Но жара хуже всего, некуда деваться. В кабине, как в парной. А работать приходит скрепка. Недавно зарплату получали, смотрю, 300, 400. Меньше ни у кого не выходит. А так и 600, и 700. А паренек один новенький 200 получает. Спрашиваю, почему? А зачем, говорит? Я холостой, мне хватит. О, как рассуждает. А ты, говорю, посмотри на это дело с другой стороны. Сколько ты кубов на плотину не довез при таком расчете, а? Ты что, думаешь, мы от жадности, что ли, в два-три раза больше даем? Время. Время подгоняем. Хотим, чтоб плотина побыстрее росла. И все-таки путь, по которому идет сооружение плотины, дорог и долог. Надо строить все новые карьеры. Вести издалека камень. Так поступают в подобных случаях во всем мире. А может, есть другой путь? Изобретатели Нурека сконструировали камнеотборочную машину. С ее помощью можно будет использовать любой грунт. Тот, что рядом. Пробег белазов уменьшится в несколько раз. А для Нурека это очень много. Если каждая минута стройки стоит десятки тысяч рублей, то выигрыш в месяц это миллионы. Нурекский гидроузел уникален. Плотина самая высокая в мире. Выше Эйфелевой башни. Необычные условия стройки. Она должна быть рассчитана на землетрясение до девяти баллов. Поэтому-то плотина насыпная, а не бетонная. Для доступа воды к турбинам проложены туннели. И в этом тоже своеобразие Нурекской гидроузелы. Нигде в мире нет такого количества туннелей у гидростанций. Их протяженность 42 километра. Недаром пробить пути в монолитных скалах помогали московские метростроевцы. Нурекский гидроузел, его необычность вызывает живейший интерес. Сюда приезжают гидростроители из разных стран. Сейчас здесь американские специалисты. У себя на родине они собираются возводить насыпную плотину. Правда, немного меньше, чем в Нуреке, но тоже высотную. Минута Нурека уже сегодня – это тысячи киловатт для промышленных гигантов Таджикистана. Минута Нурека – это сотни тысяч кубометров драгоценной воды для пустынных земель Узбекистана и Туркмении, где раскинутся сады и хлопковые поля, расцветут новые города, такие как Нурек – молодой город-труженик. Минута Нурекова А теперь немного о будущем. Этот юный гражданин Нурека не успеет раскрыть букварь, как придет долгожданная минута. Во всем своем величии встанет Нурекская ГЭС. Минута Нурекова